В театре юного зрителя прошло очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению Дней воинской славы России во знаменовании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Честливая память погибших и сохраняя память о подвигах живых, мы просто обязаны с достоинством встретить 75-ю годовщину Победы. Вы знаете о том, что мы с вами обрабатывали совместное решение о подготовке на ближайшие два года большого комплекса мероприятий, привлеченных ко дням воинской славы России. И как мы с Сергеем Николаевичем обсуждали, это все подготовлено. И соответственно, если у нас сегодня не возникнет в ходе заседания каких-то дополнительных идей и предложений, то я готов сегодня подписать соответствующее распоряжение. Ветераны должны понимать, что их помнят и чтут не только дети и внуки, о них заботится государство. Поэтому главный наказ главам районов – уделить особое внимание участникам и детям войны, которых с каждым годом, к сожалению, становится все меньше. На сегодняшний день 617 человек участников войны. Кроме этого, в области проводится большая работа по выковечению памяти ульяновцев, героев Великой Отечественной войны. В регионе насчитывается 635 памятников солдатам, труженькам тыла, детям войны. Главная и в то же время масштабная задача – все центральные аллеи села, городов, 24 муниципалитетов, монументы, таблички и надгробия, павших в боях героев привести в порядок за счет бюджета и ответственного бизнеса. Следующий вопрос касался патриотического воспитания молодого поколения. Так, в честь 70-летия Победы в Ульяновской области планируют организовать российскую акцию «Марафон Белорусский вокзал», в которой смогут принять участие все желающие. Внутри каждого региона организационный комитет, состоящий из мастеров искусств, которые живут в этих регионах, они отберут 2-3-4 номера от каждого региона. И затем большой оргкомитет московский, в который войдут медийные лица, те люди, которых знает вся страна, они уже отберут самые-самые-самые лучшие номера из всех признанных. В итоге самые лучшие творческие номера, собранные со всей России, вот показаны 9 мая в Москве на Белорусском вокзале. Все это будет завтра. А сегодня самых лучших творческих, профессиональных ульяновцев отметили наградами. В рамках мероприятия прошла торжественная церемония вручения свидетельств о занесении в региональную книгу почета героя Малой Родины. Большая честь быть занесенной в областную книгу почета героя Малой Родины. Большая честь и большая ответственность, поскольку, ну вот это, наверное, итог, скажем так, предварительный итог деятельности, потому что жизнь продолжается. Многое сделано. Я 38 лет проработала в областной научной библиотеке. В общем-то, вся деятельность отдана просветительству. Работали с молодежью, работаем с жителями Ульяновской области. И каждый день наполнен тем, чтобы нести людям знания. Наградили знаками Министерства обороны Российской Федерации за отличие в поисковом движении третьей степени представителей членов поисковых отрядов. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.